В актовом зале школы номер 32 участники общественных слушаний собрались, чтобы обсудить, включать ли парк 60-летия советской власти в состав существующего лесопаркового зелёного пояса. Часть территории принадлежит частной компании, и жители города опасаются за нарушение целостности лесного массива. Ещё в 2019 году администрация Самара поддержала инициативу горожан, и на всей территории парка была установлена зона Р-3, которая подразумевает размещение объектов только рекреационного назначения. Однако зимой у горожан появился повод для беспокойства. Им перекрыли доступ на частную территорию ограждениями. В рамках действующей правовой модели установление лесопаркового зелёного пояса в отношении парка 60-летия советской власти будет, возможно, оптимальным способом выхода из сложившейся ситуации. В целях, ещё раз почту, коллеги, одной – сохранение лесопарка в существующем виде. В слушаниях приняли участие более 400 неравнодушных жителей города. Некоторые из них требовали присвоить парку статус особо охраняемой природной территории. Но сделать это невозможно, потому что по закону такой статус можно присвоить только той земле, которая принадлежит муниципалитету. Однако закон позволяет устанавливать лесопарковый зелёный пояс даже на частной территории. Городская власть стремится к тому, чтобы всё-таки эта зона, она была более ориентирована на интересы публичные. Для того, чтобы в рамках этой зоны в качестве элемента лесопаркового зелёного пояса были дополнительные ограничения на определённую свободу права пользования, именно пользования собственниками тех участков, которые являются участками в частной собственности. Одним из аргументов сторонников включения территории в состав лесопаркового зелёного пояса стала возможность привлекать к ответственности собственника земли, если он нарушит целостность леса. В кодексе об административных правонарушениях есть статья специально предусмотренная 8.45.1 о нанесении ущерба лесопарковому зелёному поясу. Принятие сегодня решения и дальнейшее направление решения в Самарскую и Губернскую думу позволит хотя бы привлекать к ответственности тех, кто срубает деревья на территории частной собственности. Итог встречи и подсчёт голосов провели на глазах общественников. 220 человек поддержали идею включения парка в зелёный пояс. 129 выступили против. Ещё 40 бюллетеней для голосования были испорчены. Теперь результаты общественных слушаний вместе с ходатайством мэрии общественная палата передаст в Самарскую и Губернскую думу. На рассмотрение обращения у парламентариев будет до 40 дней. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События.